Приветствую вас, дорогая церковь! Я очень рад, что мы сегодня, скорее всего, в последний раз собираемся с вами онлайн. Хотя уже привыкли к этим эфирам, мне очень нравятся эти эфиры. На самом деле, они затрагивают одномоментно большое количество людей из разных стран. Но сегодня я хочу поговорить с вами о том, что нас ждет дальше. Мы с вами возвращаемся в собрание, мы будем встречаться, мы будем с вами говорить. И, к сожалению, вот эти все времена онлайна не отойдут, наверное, на некоторое время в прошлое. Хотя я думаю, что мы можем продолжать с вами встречаться и онлайн тоже. Но ничего не заменит нам личного общения. И я очень рад, что мы со следующей недели возвращаемся с вами на нормальные домашние группы. Мы возвращаемся с вами на нормальное служение, то есть служение в церкви. И слава Господу, что мы справились с этой короной, с его помощью. Он просто вложил мудрость в головы наших властей, на часть, что мы одна из тех стран, которая, в общем, понесла самый небольшой такой ущерб. И сегодня мы можем смело сказать, что коронавирус у нас позади. Хотел бы с вами сегодня поговорить о демонизации ценностей. Почему я эту тему сегодня выбрал? Дело в том, что завтра, простите, завтра мы празднуем с вами Великий Праздник Победы. И вы знаете, что я обнаружил на просторах интернета, что не для всех оказывается верующих, особенно лидеров и проповедников, это Великий Праздник. И есть люди, понятно, что каждый имеет право на свое мнение, каждый имеет право его высказывать и так далее. Но хочу с вами поговорить о том, что услышал на просторах интернета. Хочу поделиться своим мнением об этом, потому что, скорее всего, и вы тоже это слышали, потому что проповедники известны. Фамилии называть не буду, естественно, потому что, знаете, как бы, еще раз, каждый имеет право на свое мнение, и я не собираюсь никого осуждать. Просто хочу поделиться тем, что у меня на сердце, тем, что Господь мне открыл в этой связи. И надеюсь, что вам это тоже будет полезно. Смотрите, есть постера, у которых, вот, они, ну, они пытаются покаять свою паству в праздновании 9 мая. То есть они считают, что это абсолютно демонический праздник, красный флаг – это флаг сатаны, нельзя вообще, как бы, к этому прикасаться, нельзя этим заниматься, нельзя в ту сторону смотреть. И вообще это какой-то непонятный праздник, мы должны праздновать только, ну, церковные праздники, да, или библейские праздники, и ни в коем случае не касаться ничего, что, особенно из советского прошлого. Потому что вы знаете, да, что престол сатаны стоит в Москве на Красной площади, ну, и так далее. Мы все это слышали. Смотрите, что писал Павел в своей церкви в Каримте. Вы знаете, что церковь тоже была не самая лучшая, но, смотрите, Павел писал в своей церкви, которая была у него, так сказать, не среди тех, где он поставил галочку «Окей, там все хорошо». Нет, это церковь, от которой я постоянно переживал, и колбасила постоянно, и он писал на наши два послания, и его послания не обличающие, и его послания не наставляющие. И вот, что он пишет в первом послании, в третьей главе, второй стих, со второго по четвертого стихи. «Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете. Ибо когда один говорит «я Павлов», а другой говорит «я Аполлосов», то не плотские ли вы». И вот об этом как раз хотел поговорить, потому что пастора сегодня насаждают в церкви собственную идеологию, и это очень страшно на самом деле, потому что вот это видно из проповедей, которые они публикуют в интернете, из их онлайн эфиров. То есть, следовательно, у них в эту же идеологию они насаждают и в своей поместной церкви. И вот это становится страшно, потому что ты встречаешься с людьми из этих церквей, в которых эта идеология насаждается. То есть, эти люди приходят и разговаривают со мной, там, скажем, да, и видно, что они говорят не свои мысли. И они не то, что они как бы верят в это, они просто боятся сказать по-другому. Почему? Потому что это сильно очень попахивает тоталитаризмом, потому что если человек инакомыслящий, то с ним уже опасно, его нельзя допускать до служений, с ним нельзя общаться, там чуть ли вообще не анафеме предают, там, и говорят с такими даже одеждой, внушайтесь и так далее. Видно прямо таких людей, которые боятся что-то другое, слышат, не дай бог, где-нибудь что-нибудь не просочилось. И видно, что это реально попахивает тоталитаризм. И вот люди, которые говорят, нам нужно избавиться от пережитков советского прошлого, сами насаждают Советский Союз, то есть вот этот тоталитарный режим, у себя в церкви. И меня это лично пугает, вот когда я смотрю на это. Поэтому я сейчас никого не собираюсь обличать, никого не собираюсь осуждать. Я просто хочу, чтобы мы поразмышляли на эту тему, именно с точки зрения, что если вы встречаетесь с таким человеком, что, как себя с ним вести? Убеждать его в том, что он неправ, говорить, что пастор говорит какую-то неправильную там ересь, или просто принять его так, как он есть. Потому что, ну, вы знаете, все-таки овцы слышат голос пастора своего, да? И понятно, что эти люди слушают того человека, за которым они идут, того человека, которому они доверяют, того, к которому они покаялись. И понятное дело, что у этого человека всегда будет авторитет в их глазах. Но стоит ли нам вообще таких людей обличать? Или все-таки нам стоит их любить? Что по этому поводу говорит Библия? Потому что, знаете, мы можем ведь не соглашаться, разномыслия должны быть у нас, чтобы так выяснились искусные. Но здесь Павел пишет не о разномыслиях, он пишет здесь о разногласиях. То есть один говорит одно, а другой говорит другое. И чему верить? Вот когда у человека в голове начинается такая путаница, что он не понимает верить своему пастору, или верить тому, что написано в Библии, или собственным откровением, а вдруг у него откровение вообще не от Бога, начинается вот такая вот путаница в голове. И что с этим делать? Смотрите, сегодня подтвердил, или получил подтверждение, слушая одного из пасторов. Как раз вот, когда я уже закончил писать проповедь, было такое откровение, которое я получил, я даже себе его записал, процитирую. Ну, что успел записал, да, но звучит оно не таким образом. Что такое помазанник? Пастор помазанник, он помазанник Божий, его Бог поставил на это место, говорит, паси овец моих. И что происходит вот с этим помазанником? Вот помазанник, в смысле, любой священник может быть помазанником, да. Мы знаем, что ветхозаветные священники все были помазанниками. Но в чем разница между священником ветхозаветным и священником новозаветным. Разница очень простая. Вот он говорил, помазанником может быть любой священник, но если мы несем служение-осуждение, как священники ветхого завета, то, ну, то есть они несли осуждение законом, да, то мы не во Христе. Ибо служение во Христе – это служение оправдания. И вот нам нужно перестать осуждать других людей за то, что они инакомыслят, за то, что они с нами не соглашаются, за то, что они говорят свое какое-то мнение. Они имеют право на свое мнение, представляете? Очень много людей думают, нет, вот есть одно единственное верное мнение, это мое, да, и больше ничего. Нет, люди имеют право на свое мнение. И проблема в церкви заключается в том сегодня, что они объединяются не вокруг Иисуса Христа, к сожалению, а они объединяются против чего-нибудь. Вот смотрите, какая интересная штука. Объединяются сегодня во всякие конфессии, объединяются во всякие деноминации. Вот мы пятидесятники, мы не дружим с баптистами, мы баптисты не дружим с харизматами, мы харизматы не дружим с мессианскими. Мессианские вообще ни с кем не дружат, это отдельная каста. Ну, шучу, конечно, так на самом деле. У меня среди всех есть друзья, среди лидеров в особенности. Это классный на самом деле момент, когда все объединяются на самом деле вокруг Христа. Потому что церковь должна объединяться вокруг Христа. Поймите, церковь – это не мое произведение, это не мой бизнес, это не мой дом, где я могу чем-то распоряжаться. Церковь – это живое тело Иисуса Христа, это невеста Иисуса Христа. И я должен подготавливать, как лидер, я должен подготавливать свою церковь к встрече жениха. Что, когда он придет, во-первых, они его узнали. И чтобы он узнал свою невесту. Для того, чтобы она была подготовлена, очищена, омыта, в водной бане. И эта ответственность лежит на мне, как на представителе. Ну, не только на мне, конечно, на каждом из пасторов, на каждом из лидеров служений эта ответственность лежит. И чем больше церковь, понятно, что там больше ответственности на каждой группе и на каждом лидере этой группы. Но если мы объединяемся ради того, чтобы отстоять чью-то идеологию, то это уже не церковь Христа. Это церковь того, чью идеологию мы отстаиваем. И церковь, как община, она перестает быть общиной Иисуса Христа. И сегодня мы видим, что, вот в интернете особенно, когда, знаете, вот всех напугали, все разбежались по углам, отовсюду сочится разная информация, у всех куча времени, особенно в самоизоляции, слушают кучу всяких проповедей, или проповедей, как правильно сказать по-русски, слушают всякие новости, слушают всякие тренинги, всякие конференции и так далее. Все это классно. Но как среди всего этого выводить ту самую информацию, которая действительно поможет мне это все пережить, как поможет мне все это пройти? Потому что мы не можем сегодня полагаться только на собственные силы. А нам, наша идеология, нашего опыта говорит, что если мы сегодня не сделаем вот это, завтра у нас будет вот так. Если мы будем делать вот это, завтра, скорее всего, будет вот так. Но на самом деле, Бог-то творит все новое. Мы не можем просто опираться на свой прежний опыт. Да, кому-то, ну, простите за такое выражение, но кому-то, да, Советский Союз наступил на хвост и очень сильно. И есть обиды на этот режим. У меня есть паспорт Советского Союза, я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе, я получил там образование. Сегодня все, что я знаю фактически, да, ну, по крайней мере, такие базовые знания, это благодаря тому, что я учился в советской системе образования. У меня нет претензий к Советскому Союзу. Меня лично Советский Союз не коснулся. Кого он коснулся? Да, моих предков. Да, моя прабабушка отсидела в ГУЛАГе, слава Богу, вышла живой оттуда. Мой дед всю жизнь панически боялся вообще того, что он никогда не был ни пионером, ни комсомольцем. Он всегда думал, что его будут за это преследовать. Он родился вместе с Советским Союзом в 17-м году. Ныне совершенно, понятно, что он покойный дед, но совершенно неважно. Он родился вместе с Советским Союзом. Страна родилась, и он родился. И он вырос в этом страхе. Да, их это коснулось. Конечно, у меня есть, могли бы быть претензии хотя бы в этом плане к советской власти. Но что это поменяет от того, что я буду высказывать свои претензии? Почему я должен концентрироваться на негативе? Когда мне Библия говорит, что я постоянно должен видеть только позитив. Потому что куда направлена энергия, направлено внимание, туда направляется наша энергия, и там создаются результаты. Мы искать будем негативных результатов, мы их получим. Будем искать позитивных результатов, мы их тоже получим. Иова 3.25 говорит нам, что все, что самое страшное, о чем я думал, все пришло ко мне. Ну то есть, если мы будем думать о самом страшном, оно придет. Все, что мы можем себе представить, помните, что мы созданы по образу и подобию Бога. У нас здесь заложена колоссальная машина для выполнения наших желаний. И если мы будем думать, если мы будем провозглашать неправильные вещи, в конце концов, они в нашей жизни состоятся. И мы потом будем удивляться, откуда нам это? Посмотри, о чем ты думал. Посмотри, о чем ты говорил. Об этом мы тоже чуть-чуть попозже поговорим. И сегодня есть церкви, как я уже сказал, это не церковь Иисуса Христа, это церковь пастора Икс. Они поклоняются этому, ну не, мы их там поклоняются, пастору, да? Они, по крайней мере, служат ему, они говорят, я такой-то, я такой-то, я в церкви такого-то, или у меня там, вот у нас пастор, да у нас епископ, да у нас то, у нас пято, у нас двадцатый. Смотрите, Павел пишет совершенно конкретно, что если мы говорим, что мы Павловы, Аполлосовы, то мы плотские. Мы не принадлежим этому пастору. Поймите, мы принадлежим Иисусу Христу. Это не пастор нас искупил от греха. Пастор помог нам познакомиться с Иисусом Христом, можно отдать должное, но вся честь и хвала Иисусу Христу. Мы не можем ходить в церковь пастора Икс. Мы можем быть в церкви Иисуса Христа. В церковь не ходят, в церковь живут. Это живой организм, мы часть большого живого тела. И это тело не принадлежит пастору. Это тело принадлежит Иисусу Христу. Пастор помогает нам сохранить себя внутри этого тела, не выпасть. Он противостоит атакам дьявола. Он предстоит за нас перед Иисусом Христом, потому что у него есть тоже пастор и начальник, об этом тоже хотел поговорить. Имеет ли право пастор на ошибки? Конечно, имеет. Он любой, как любой другой человек. Все люди имеют право на ошибки. Мы все можем совершать ошибки, мы можем заблуждаться, мы можем какие-то там говорить неправильные вещи. И у каждого стада овец есть пастор. И этот пастор их ведет. Он не дает этим овцам заблудиться. Написано же в Писании, что добрый пастор, если одна овечка потерялась, он побежит и все стадо оставит и приведет ее обратно. У пастора тоже есть пастор и начальник. И пастор и начальник – это пастор, стадо пасторей. То есть в данном случае пастор выступает в роли овечки. Смотрите, когда овечка теряется вообще, как она отстает от стада? Когда она чем-то увлеклась, она вот травку свою щиплет, она уже не видит пастора. То есть пастор уже не в поле ее зрения, стадо не в поле ее зрения. И она вдруг видит, что она уже и пастора не видит, и голоса его не слышит. Все. У нее паника, она в страхе. И вот в этот момент должен прийти как раз пастор для того, чтобы ее спасти. Но проблема в том, что если овечка отстала от стада и решила себе сказать, «Ок, я теперь буду сама по себе», то, скорее всего, она настолько отстанет, что пастор уже ее и не найдет. И, скорее всего, ее растерзают дикие звери. То же самое происходит и с пасторями. Когда они теряются, они заблуждаются. И у них нет пастыря-начальника, который был бы для них авторитетом. Они просто, ну, все, они в заблуждении. Теперь представьте себе, ладно, если одна овечка. Я не говорю, я сейчас никого, так сказать, не хочу принесить чью-то ценность больше или чью-то ценность больше, но сами посудите. Одну овечку растерзает дикий зверь. Потери бывают? Бывают. Но когда написано, «Поражу пастыря», разберутся все овцы. И если пастырь будет поражен и растерзан дикими зверями, все, стадо погибло. Их просто по одному, по одиночке каждого барашка, каждого овечку дикие звери уничтожат. У них не будет труда в этом, потому что все разберлись, некуда идти, некому защитить. И вот здесь как раз очень важно, чтобы у нашего пастыр, у меня есть мой наставник, мой пастыр, и у него есть его наставник, и я вставляюсь у них обоих, и я постоянно держу себя как-то вот в таком направлении. Для чего нужен пастыря-начальник? Для чего нужно постоянно слышать голос пастыря-начальника? Мы ведь если когда перестаем его слышать, мы теряемся. Нужен кто-то, кто крикнет, «Эй, путь не там, путь здесь, пойдем я покажу, как на него вернуться». Потому что именно на этом пути, с которого ты сошел, ты начнешь дальше опять слышать Иисуса, видеть Голгофский крест и идти к нему. Потому что если этого делать, мы не будем, то есть если нас никто не будет наставлять, направлять, мы окажемся в проблеме. И эта проблема будет очень серьезной, потому что мы в конце концов можем вообще потерять всякие ориентиры. А представьте, за нами идет огромное количество людей за пастырами. И мы должны брать на себя ответственность за них тоже, поэтому мы должны тоже где-то, так сказать, смириться и понять, что у нас должен быть наставник, который нас будет направлять, который нам будет что-то показывать, куда идти. Нам нужно будет начальник, пастырь-начальник. И у нас, слава Богу, такой пастырь-начальник есть. Но не всегда достаточно, чтобы пастырь-начальником был Иисус. Потому что, знаете, когда мы не слышим голос Иисуса, мы начинаем слышать какой-то другой голос. И этот другой голос может говорить нам неправильные вещи, и мы подумаем, что это от Иисуса. Значит, если мы не в контакте с Иисусом, мы забываем его голос. И мы можем говорить голосом врага, враг может говорить через нас. И это уже проблемно, потому что то же самое происходит и с нашими прихожанами, И вдруг приходят наши прихожане Ну, я не люблю это слово прихожане Приходит член церкви, ну, нашей, да, поместный И начинает говорить совершенно другие То есть голос его, а текст непонятный Он берет его откуда-то То есть это мысли не от Бога пришли То есть я понимаю, что сейчас он говорит мысли, которые к нему пришли Совершенно не от Бога Что мне с этим делать? Мне начать его обличать, начать его устрашать Нет, понятно, что все это нужно делать Тут написано даже в Писании, что мы даже некоторых страхом должны спасать Но смотрите, пастор это человек Член церкви это человек Каждый имеет право заблуждаться Каждый имеет право на ошибку Это нормальное состояние Но смотрите Пастор, пастора Иисус призвал пасти овец И когда пастор пасет овец Он должен отдавать себе отчет в том Что он сам должен прислушиваться к тому Куда его ведет его пастор и начальник И не начинать отстаивать свою идеологию Свои интересы Это очень опасно Как я уже сказал, что когда лидеры начинают служить своим интересам То, ну и не людям, да То люди начинают теряться Люди это совершенно быстро чувствуют и начинают теряться Проповеди, которые начинают такие лидеры проповедовать Это проповеди ни о чем Или так О чем угодно Только не об Иисусе Христе И не о его славе И вот такими сегодня проповедями Бестильт Интернет Я уверен, что каждый из вас Каким-то образом прикоснулся к этому Каким-то образом увидел Такие проповеди, которые Ну совершенно не проповедуют Христа Они проповедуют все что угодно Идеологию этого пастора Осуждают кого-то Обличают кого-то Но не проповедуют Иисуса Христа То есть это служение обвинения А не служение оправдания И мы сегодня призваны с вами служить Служением оправдания Вы спрашиваете меня Почему я говорю сегодня про пасторов Я ведь проповедую не на пасторской конференции Я сейчас подведу Почему я это говорю Потому что знаете Есть такая русская пословица Каков поп, таков и приход И если священник в церкви Проповедует все что угодно Только не Иисуса Христа Распятого причем То такой же будет и приход О чем будут разговаривать Его церковь И мы с вами когда только создавали Нашу церковь Мы договорились Что в нашей церкви Будет проповедь Иисуса Христа Распятого Проповедь Евангелия Потому что я не хочу Чтобы нашими пустыми Никому не нужными проповедями О том что такое Ветхий Завет И как сейчас нужно соблюдать Эти правила И как нужно есть свинину Или не есть свинину Есть крабов или не есть крабов Вот такие проповеди я не хочу Это служение обвинений Я хочу чтобы мы с вами И своими действиями И нашими разговорами Проповедовали Иисуса Христа Причем распятого И вы знаете Это очень просто Сидеть вот так вот и говорить на камеру Просто сидеть и говорить на камеру Очень просто Никто в зале не скажет Нет погоди Ты заблуждаешься И все как бы априори Говорят аминь Но вы знаете Когда-нибудь придется нести ответ За это все И Писание говорит Через Иисуса Христа Пришедшего воплоти Из Назарета Говорит нам Что от слов своих Человек осудится И от слов своих Оправдается То есть все Что мы несем Сегодня со сцены Все что мы несем Сегодня через камеру Через интернет Мы за все за это Придем И в один день Будем давать отчет Богу И вопрос Если мы считаем себя Частью церкви А узнает ли нас Иисус Когда мы будем говорить Такие вещи Потому что все эти обвинения О том что сегодня Те кто поклоняются Празднику 9 мая Они все еретики И их всех нужно Там что-то не на костре сжечь Они должны всем покаяться И нужно тот дух 9 мая из них изгнать И это все демоны Послушайте Человек жил с этими ценностями Всю жизнь Он жил этими ценностями Потому что других не было Советский Союз Наступил на горло Вере и религии И растоптал ее Практически В умах каждого человека И человек жил Вот этими ценностями Он жил тем Что Сталин Это вождь народов И он другого не понимал Даже если он понимал Он боялся об этом говорить Он жил всю жизнь По книгам истории Где написано Что Советский Союз Победил весь мир Он все это впитал С молоком матери Я отношусь К поколению Последнего Которое видело Ветеранов живем Сегодня этих ветеранов Вы уже скорее всего На улицах не встретите Они не в состоянии Передвигаться 75 лет прошло С Великой Отечественной войны А им всем было По 16-20 лет Которые воевали Самым молодым То есть им сегодня Уже за 90 Скоро их не останется Ни одного И мы Дети Вот этих внуков Тех фронтовиков Которые воевали Мы как бы Да мы выросли В этих ценностях И мы не можем Сейчас выбивать Из головы Людей Которые выросли На ценностях 9 мая Что это праздник Со слезами на глазах И так далее Мы не можем Этого делать Представьте себе Пришел бы Петр У которого ценность Это утром В 4 часа утра В 3 часа ночи Подняться И идти ловить рыбу Он сказал так Иисус подожди Сейчас я пойду рыбу Половлю И приду к тебе На наборную пробовать Он ему сказал Оставь свои сети И пойдем за мной У него был выбор Оставить или не оставить Он принял решение Пойти А мог бы Кстати этого и не сделать Теперь Многое из того Что он потом делал Мы видим Что Иисусу Это не нравилось Но вопрос Менял ли Иисус Петра Или кого-то Из его учеников И говорил ли им так Если ты сейчас Не покаешься В своих грехах Ты не сможешь Войти в царство небесное За мной Знаете Он пришел такой Я тут пришел Я тут сейчас буду За тебя Такое наказание нести Ты что Совести не имеешь Никакой Как ты вообще Можешь такое делать Там за меч Хвататься Тут ругаться Со мной Препираться Нет Он вел себя По другому Его Евангелие Было в том Что он приходил И показывал пример Он приходил И показывал пример Того Как нужно себя вести Да На горной проповеди Он озвучил Все правила Поведения Царства и Небесного Но Он никогда Никого не менял Люди Менялись Под воздействием Святого Духа Когда хотели Видеть в нем Мессию Когда хотели Видеть в нем Того Кто пришел Их спасти И Мы имеем право Иметь свое мнение По любому вопросу Мы имеем право Его высказывать Мы имеем право Делать все Что мы хотим Потому что мы живем В свободной стране В свободном государстве Есть одно но Филиппицын 4 глава 8 стих Наконец Братья мои Что только истина Что честно Что справедливо Что чисто Что любезно Что достославно Что только добродетель И похвала О том помышляйте И вот здесь Загорается Красная лампочка В чем эта красная лампочка Заключается Да очень простом Нужно просто Сравнить Что я проповедую С кафедрой Что я проповедую Через интернет Что я проповедую Встречаясь с людьми Что я проповедую На улице В очереди В магазине Что я проповедую Людям Когда я говорю И поступаю Каким-то образом Это чисто Любезно Достославно Добродетель Это являет Каким-нибудь образом Христа Если я буду проповедовать Сейчас о демонизации 9 мая Как это являет Христа Я просто отвернул От Христа Тех людей Для которых Это реальная ценность Один из моих наставников Духовных Начальствующий Епископ Из Германии Юханес Юстас Он говорит Мы обесцениваем О ценности Другого человека Мы обесцениваем Самого человека Но послушайте Иисус умер За этого человека Мы не можем Обесценивать Его ценности Потому что Если Иисус умер За этого человека Мы служим Иисусу Христу Мы являемся Его верными рабами Мы не можем поступить Так как Он бы не поступил У Петра были ценности У Петра были ценности И этой ценностью Главной была Его жизнь И Иисус сказал ему Ты трижды Отречешься от меня ради своей собственной жизни еще до того, как первый раз проповет петух. И при этом он пришел к нему и потом трижды простил его и сказал, «Паси овец моих», потому что он не обесценивал его стремление жить. Не обесценивал. Он не мог ему сказать, знаешь, что если ты сейчас не пойдешь со мной, не умрешь там на дворе у первосвященника, то ты просто никакой не христианин, не последователь там или еще что-то. Бог говорит, что он уподобил нас Иисусу Христу. И да, мы должны некоторых обличать, мы должны наставлять, мы должны учить, мы должны иногда некоторых, как я уже говорил, страхом спасать. Так Библия говорит. Но если там в этом во всем никак не проповедуется Бог, никак не прославляется Бог, то зачем такое обличение? Зачем такие наставления? Зачем такое спасение страхом? Чтобы себя прославить? Сказать, какой я грозный? У нас такой был царь в Советском, в Царской России. Звали его Иван Грозный. Ему сказали, что он будет, что он похож на языческого царя. Он сказал, хотите такого? Буду таким. И очень много сегодня лидеров, которые становятся на такую позицию. Они просто становятся вот такими вот проповедниками собственных интересов. Мы призваны жить достойно нашего небесного гражданства. Опять же, тоже послание филиппийца. Достойно нашего небесного гражданства. Теперь смотрите, как мы молимся. Мы молимся в конце каждого служения Богу, так как учил нас молиться Иисус Христос. Он говорил, да будет воля Твоя, как на земле, как на небе. Не на небе, как на земле, а на земле, как на небе. То есть мы должны принять этот факт, что мы должны жить с тем, что есть на небе. И проецировать небесное на земное, а не земное на небесное. Потому что когда мы начинаем проецировать свое земное на небесное, то мы не видим небесного. Мы видим только земное. И в этом начинается проблема. Мы должны проецировать свое небесное гражданство на свое земное житие. И тогда, если мы будем всё это держать под такой проекцией небесного гражданства на земное житие, мы вдруг увидим, что большая часть вообще к нам не относится, мы не должны на это обращать внимание, это то, что делал Иисус. Он видел в человеке человека, он видел в человеке ценность его души, которую нужно спасти. И он не видел берущегося за меч Петра, он не видел проститутку Марию, он не видел сборщика налогов Матфея и так далее. Он видел человека, он видел того, кого Бог создал по образу своему и подобию. Ведь Бог создал именно человека, он не создал какого-то там солдафона или ещё кого-то, он создал человека в первую очередь. Этот человек выбирает, кем ему быть и что ему делать. Но Бог создал человека, и Иисус видел в каждом человека, и он нас уподобил себе. Так Бог говорит, что он уподобил нас Иисусу Христу, чтобы мы с вами делали то, что делает Иисус. И вот в этом наша ценность. Когда мы приходим и видим в первую очередь, что не важно, что он делает, не важно, какой праздник он празднует, не важно, каким образом он себя реализует, он человек, и мы должны проповедовать ему то, что мы его любим. Потому что там, где есть любовь, там раскрываются все ворота. И любовь изгоняет любой страх. Человек придет к нам и будет с нами по душам разговаривать только тогда, когда мы не обесцениваем его ценности, а ставим его во главу нашего служения Богу. Мы служим Богу, служа Ему. Мы помогаем Ему и тем самым служим Богу. Мы у Бога на служении, не у людей. И это очень важно понимать, что когда мы начинаем отстаивать свои интересы, мы превращаем эту речь, то пробовать в оправдательную речь на суде. И мы служим при этом людям, мы пытаемся к ним угодить, чтобы им все было понятно. Но мы служим Богу, служа людям. И Бог поставил нам в центр нашего служения человека, и сказал, служите мне, служа Ему. И мы не можем обесценивать его ценности. Поэтому сегодня все вот эти проповеди, все эти рассказы, все эти выступления священников, я не говорю, что они плохие священники, нет, ни в коем случае, они просто заблудились где-то. Это обесценивание ценностей тех, кто мог бы завтра прийти и покаяться в его церковь. Но он никогда туда не придет, потому что там назвали его, то, чем он живет всю жизнь, назвали демонизацией, назвали нехорошими словами, и сказали покаяться в этом. Иисус не менял своих учеников. Он показывал пример того, как ученики могут поменять себя, если захотят принять его царство в своей жизни. И, знаете, я вам скажу свое мнение по поводу 9 мая. Если он для вас является просто днем честного дня ветеранов, то, простите меня, это показуха. Потому что эти люди воевали за то, чтобы мы жили здесь на земле сегодня, и в частности здесь, на территории государства Израиля, на территории той страны, в которой вы сегодня живете. Они рисковали каждый день своей жизни. Если у нас есть только один день, 9 мая, когда мы чтим их, чтим память павших, которые воевали рядом с ним, то это показуха. Мы просто, ну, как 8 марта, один раз в год подарили жене цветы, все, у нас, вот, мы свой долг перед женщиной выполнены. То же самое, как Рождество празднуют один раз в год. Мы ведь празднуем не день рождения Христа, а факт его рождения. Мы празднуем не день победы, а факт победы. И если мы празднуем для нас этот день только просто, чтобы вспомнить, о, вот в этот день подписали капитуляцию, классно, Советский Союз победил, ну, тогда это показуха. Это ложь. Потому что она никак не отражает весь смысл этого. Поймите, что мы должны помнить у наших фронтовиков каждый день. Потому что мы должны благодарить Бога за эту победу. Если бы Бога там не было, потому что Писание говорит, победа от Господа. И если была победа за союзными войсками, в частности, по большей части, конечно, за Советским Союзом, потому что он отвоевал большую часть Европы, да, и с этим никто не будет спорить, потому что, ну, есть Западная Европа, есть Восточная, большую часть территории, которая была занята нацистами, отвоевал Северский Союз. Понятно, с помощью союзных войск, с помощью Америки, которая по Ленд-Лизу перевозила там огромное количество и бензина, и авиационного, и так далее. Но при этом, при всем, это день победы всего человечества над нацизмом. Это как иллюстрация победы Иисуса Христом, Иисуса Христа над смертью. Нам Бог это просто проиллюстрировал. Теперь мы говорим, погибло больше 60 миллионов человек. Послушайте, 60 миллионов человек завещали своей смертью нам жить на этой земле достойно. Иисус Христос умер для того, чтобы завещать нам и обетовать нам жизнь вечную. И Он проиллюстрировал этой войной, я к этому только так отношусь, Он этой войной, этой победой мира, жизни над смертью проиллюстрировал просто, насколько мы ничтожные мелкомыслили. Что мы вот только видим вот эту вот ситуацию, которая возле нас, и не видим глобальной победы, которую Он уже совершил. Не видим, мы не замечаем ее. И мы должны просто отдать должное ветеранам за то, что они воевали и завещали нам жить достойно на этой планете. Но Иисус Христос должен прославиться в этот день тем, что Он давно уже победил врага. И это просто мелкие войны, которые сейчас происходят вокруг нас. Это очень важно. В нашей жизни Иисус, это путь истинной жизни, и Он жизнью своей победил смерть. И наша жизнь сегодня тому доказательство. Я хочу поздравить вас с наступающим Днем Победы, потому что это действительно великий праздник. Я не буду говорить Победы кого над кем, я могу говорить, что это День Победы жизни над смертью. В данном случае под мирской, плотской жизни над плотской смертью. Потому что, если бы этого не произошло, если бы Бог не был на стороне жизни, а мы знаем, что помышление Господа о нас только во благо, а не во зло, значит, победили силы света. И как бы там ни ругали Черчилля, Сталина, Рузвента и всех остальных, кто принимал, какие они были авторитарные, какие они были там недемократичные. Послушайте, если Бог стоял на их стороне, значит, эта победа была от Господа. И вы не можете сегодня судить победителей, поэтому есть такая народная война, победители не судят. Кто сегодня может судить Иисуса Христа? Да никто. Поэтому Писание написано, кто может судить тех, кто во Христе Иисусе? Никто не может, потому что он победитель, победителей не судят. Не демонизируйте чужие ценности. Не поддавайтесь на эти кликушеские проповеди о том, что 9 мая это советский праздник и что он вообще там чуть ли не от сатаны. Помните, что все, что происходит на этой планете, это иллюстрация того, что Бог хочет нам показать. И он ничего не допускает просто так. Если он показывает, кто победитель, потому что он сам становится на сторону победителя. Всегда сам становится на сторону победителя. Если побеждает тот, за кого он, побеждают силы, света. И в этом смысл этого праздника победы для меня. Я по-другому его не вижу. Хочу закончить всю нашу сегодняшнюю проповедь посланием Димофея. Первое послание Димофея, 3 глава, 16 стих. Вы его все знаете. И беспрекословно, великая, благочестивая тайна. Бог явился в оплоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире и вознесен во славе. И все, что происходило с тех пор, как Иисус Христос пришел на эту землю, понес свое наказание на кресте, пролежал два дня в гробу, на третий день воскрес, тем самым даровав нам жизнь вечную и обетование, что Он идет устроить обители для нас в Доме Отца, с этого момента мир поменялся. И сегодня те, кто побеждают, они побеждают в Иисусе Христе. И мы победители, потому что мы с вами принадлежим Иисусу, Он победитель, и мы благодаря Ему тоже. И я еще раз хочу поздравить всех, кто причастен к этому празднику победы, тем, кто причастен к победе самой, я преклоняюсь просто перед тем, перед вашим героизмом. Я не знаю, смог ли бы я сегодня это сделать, смогли бы и другие люди бы сегодня это сделать. Конечно, ситуация была другая, и пропаганда была другая, но вы знаете, вы отстояли жизнь на земле, и Бог поспешистовал вам, Он помогал вам, а значит, Бог был за вас. А если Бог за вас, значит, Он сохранил вам жизнь здесь, сегодня, на этой земле, чтобы мы не обесценивали ваши ценности, а наоборот, ценили ту душу и того человека, который Бог создал ради своего царства. Огромное вам спасибо за труд, за ваш героизм, и те, кто не дожил до этого дня, пусть будет память действительно светлой, не уничиженной, не забытой, а светлой, которая будет гореть в сердцах каждого человека, чтобы помнили, что такое победа жизни над смертью в иллюстрации Великой Отечественной или Второй мировой войны. Потому что очень тяжело поверить в жертву Иисуса Христа. Но точно так же, как ваши товарищи, ваши сподвижники умирали в окопах, под бомбежками, в лагерях смерти, попадая в плен, они своей смертью нам завещали достойно жить на земле. Бог проиллюстрировал, насколько велика была его жертва ради того, чтобы мы имели жизнь, и жизнь с избытком, и жизнь вечную. Мы движены в вечности. Поздравляю вас с наступающим праздником. Хочу молиться за вас сейчас. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты, Господь, вывел весь итог этой страшной кровопролитной войны, которая была на земле вот в те годы, с 1939 по 1945 год, Господь. Мы просто сейчас просим Тебя вот этих всех духов, которые обесценивают жизнь человеческую в глазах других людей, просто изгнать из церкви во имя Иисуса Христа. Научи нас принимать людей, так как Ты, Господь, принимал их, не меняя их, но показывая собой, как следует жить, чтобы люди хотели меняться самостоятельно, чтобы люди сами меняли свои ценности в соответствии с Твоим, Господь, с Твоей волей, Господь, с тем, чтобы было Царство Небесное на земле, как на небе, Господь. Мы просим Тебя об этом. Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты коснулся сейчас сердец тех людей, которые находятся сейчас в таком возрасте, что завтра для них может не наступить. Коснись их сердец, Господь, направь наши стопы туда, где мы могли бы поговорить с ними. Явить Тебя, Господь, чтобы они покаялись и приложились к тем спасенным, которых Ты хочешь видеть в Своем Царстве, Господь. Не дай нам просто просидеть этот день у экранов телевизоров, глядя парады, выступления, даря гвоздики ветеранам. Дай нам, Господь, мудрости пойти туда, где мы можем привести еще душу, завоевать еще одну душу ради Царства Твоего. Господь, я благодарю Тебя за то, что ты даешь нам этот великий дар благовестия, за то, что Ты уже победил и на сегодня с победой, с дерзновением можем провозглашать Твое Слово, Господь. Я просто прошу Тебя, дай нам это, дай нам это ощущение, дай нам этого Духа, Господь, дерзновения, Духа праведности Твоей, Господь, чтобы мы больше не прятались ни за какие-то отговорки о том, что корона, что нельзя встречаться, Господь. Все, куда Ты нас приведешь, Ты все усмотришь, и мы это знаем. Господь, веди нас туда, куда Ты сам прежде хочешь идти. Я благословляю каждого в нашей Церкви, благословляю Тебя, благословляю именем Твоим, каждую семью, Господь, всех наших родных, все наши имущества, детей, Господь, все наши финансы, Господь, здоровье наше благословляю. И благословляю это молитвой Аарона, которой Ты заповедовал, Господь, благословляет весь народ Израиля, чтобы имя Твое было на народе Израиля. И варихаха Адунай Вейшмелеха, Исса Адунай Панавелеха, Яэна Адунай Панавелеха, Вейху Неха, Ваясэм Леха Шалом, Бешэм Ишуа Машиях, Мелеха Млахим. Амин. Будьте благословенны. И до встречи на домашних группах и в нашем собрании. Наконец-то, слава Иисусу, мы наконец будем встречаться в обычных собраниях. Будьте благословенны. Хорошей Вам субботы и хорошей наступающей недели. Пока. Продолжение следует...